В последней части подкаста, посвященного iOS-устройствам, мы рассмотрим еще некоторые важные настройки. Это ротор и быстрые настройки. Ротор. Кнопка. Выбрана. Символы. Доступны действия. Пункт ротор позволяет изменить то, что будет доступно в роторе. Если вы не помните, что такое ротор, обратитесь к подкасту 2.3. Здесь нас встречает первый пункт. Символы. Он выбран. Изменить порядок символы. Кнопка. Перетягиваемый объект. Доступны действия. Мы можем изменить его порядок. Выбрана. Слова. Доступны действия. Слова. Это выбрана. Изменить порядок слова. Кнопка. Перетягиваемый объект. Доступны действия. Выбрана. Шрифт экрана Брайли. Доступны действия. Изменить порядок шрифта экрана Брайля Выбрана таблица Брайля Доступны действия И так далее Несмотря на то, что некоторые пункты можно снять Они все равно по-прежнему продолжают отображаться в роторе Возможно, это ошибка Возможно, это так должно быть Я говорю о пункте таблицы Брайля Если его снять, он все равно будет отображаться в роторе Я думаю, что это происходит потому, что у меня добавлены на таблице Брайля Для переключения, и поэтому он отображается Но в таком случае, на мой взгляд, можно было бы сделать так, что его нельзя отключить И он пропадал бы только тогда, когда мы удаляли все Брайлявские таблицы Такой вариант тоже был бы очень приемлемый Переместить вверх, переместить вниз Я смахнул вниз пальцем, и мы слышим переместить вверх и переместить вниз Если мы нажмем на эти пункты, то мы переместим наш пункт, на котором мы стоим, поединично вверх или вниз За перемещение на много единиц вверх или вниз отвечает кнопка «Изменить порядок» Если какой-то пункт в роторе не выбран, то вы не будете слышать слово «Выбрано» перед ним Давайте найдем пункт «Контейнеры» и активируем его Мне он нужен, и вот как раз-таки это уникальная возможность показать, как включать и выключать пункты в роторе «Контейнеры», «Доступны действия» Чтобы его выбрать, мы просто нажимаем дважды «Выбрано», «Контейнеры» Нажали, и он выбрался На этом рассмотрение настроек ротора можно считать законченным Только помните, что если вы выключите пункт таблицы Брайля, они все равно будут у вас отображаться в роторе Для того, чтобы они не отображались, вам нужно зайти в настройки VoiceOver, войти в пункт «Брайль», выбрать пункт «Таблицы Брайля» и сделать так, чтобы в списке была только одна таблица Наконец, мы научились настраивать ротор Но что, если мы добавили столько много настроек, что мы не знаем, что с ними делать? Куда многие из них деть, а между прочим, они нам нужны для быстрого взаимодействия с VoiceOver На помощь приходят быстрые настройки Это функция, которая была добавлена в iOS 15 Она позволяет разгрузить ваш ротор и перенести некоторые настройки VoiceOver в отдельное окно Для того, чтобы вызвать быстрые настройки, нужно нажать двумя пальцами четыре раза на экран Настройки VoiceOver, заголовок Открывается диалоговое окно со списком быстрых настроек Готово, кнопка, фильтр, поле поиска Фильтр мы можем отфильтровать Озвучивание и уведомлений, включено Описание изображений, выключено Приглушение аудио, выключено Распознавание экрана, выключено У меня здесь только четыре настройки С помощью этого диалогового окна я могу быстро Включить или выключить описание изображения для приложения Включить или выключить приглушение аудио Распознавание экрана И озвучивание уведомлений Но как нам настроить все это? Для этого служит пункт «Быстрые настройки» Здесь открывается диалоговое окно с различными настройками Так же, как и в случае с ротором Если настройка выбрана, вы будете слышать слово «выбрана» перед ней И так же, как в случае с ротором Здесь есть кнопка для изменения порядка Вот Брайли Изменить порядок Вот Брайли Вывод Брайли Изменить порядок Вывод Брайли Громкость Изменить порядок Громкость Действие Изменить порядок действия Звуки Изменить порядок звуки Изменение высоты и тона Изменить порядок изменения высоты Крупный курсор Изменить порядок Навигация по фото Изменить порядок Направление и жеста Изменить порядок направления Озвучивание приводено виртуальной клавиатуре Изменить порядок Озвучивание приводено в физической клавиатуре Изменить порядок Озвучивание. Выбранно. Озвучивание и уведомлений. Изменить. Выбранно. Описание изображений. Изменить. Описание видеоматериалов. Изменить. Отправка на HDMI. Изменить. Панель субтитров. Изменить. Подсказки. Изменить. Подтверждение вслух для ротора. Изменить. Показ предупреждений. Изменить. Выбранно. Приглушение аудио. Изменить. Провести для набора. Изменить. Проговаривание. Изменить. Прямое касание. Изменить. Пунктуацию. Изменить. Выбранно. Распознавание экрана. Изменить скорость речи, изменить стиль вода, изменить стиль навигации, изменить таблицы браиля, изменить язык, изменить порядок язык, кнопка, перетягиваемый объект. Это все пункты, которые вы можете выбрать. На этом хочется поставить многоточие в изучении iOS-устройства. За те 8 подкастов, что вы прослушали, вы многому чему научились, начиная от первого включения iOS-устройства и заканчивая средним уровнем овладения им. Теперь вы можете создавать контакты, звонить, писать сообщения, устанавливать приложение на свое устройство, настраивать программу экранного доступа VoiceOver под ваши потребности. Настала пора учиться самостоятельно. Пробуйте, устанавливайте, экспериментируйте, задавайте вопросы, учитесь и наслаждайтесь опытом взаимодействия с сенсорным устройством. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к данным видео. Начиная со следующего подкаста, мы начнем говорить о смартфонах под управлением операционной системы Android. Я уверен, это будет очень полезно для многих слушателей. А пока я желаю вам успехов в освоении вашего iOS-устройства. Меня зовут Попов Севолод. Вы слушали серию подкастов, посвященную iOS-устройствам в проекте «Слушай, чтобы видеть». До следующей серии. Желаю успехов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...